В эфире телеканала Первый Матищинский информационная программа «День». Меня зовут Анна Мусоликина. В ближайшее время мы расскажем вам о самых значимых событиях городского округа. Смотрите в первой части выпуска. Благоустройство города и выполнение программы по ремонту подъездов под контролем общественников. Жители обычно свое личное есть видение. Работа по ликвидации борщевика в округе начнется 30 апреля. Много лет жители домов на улице Карла Маркса борются с несанкционированной свалкой. Организован сбор мусора централизован, но вот почему-то люди считают, что здесь можно бросать. Пресс-конференцию по итогам первого квартала 2019 года провели в отделе ГИБДД. А теперь об этом и многом другом более подробно. Новый сезон благоустройства и ремонтных работ открыт. В 2019 году за счет регионального и муниципального бюджетов планируется обновить около 150 подъездов, организовать новые зоны для отдыха горожан, сделать более комфортными уже существующие. Общественная палата городского округа Мытищи по традиции будет следить за исполнением этих мероприятий. Так, накануне члены комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству обсудили опыт прошлого года и обозначили задачи на текущей. Плановое заседание комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству общественной палаты городского округа Мытищи в этот раз состоялось в рамках партийного проекта «Городская среда». В преддверии теплых месяцев на повестку общественники выносят два важных вопроса. Текущий ремонт подъездов в многоквартирных домах и благоустройство территории муниципалитета. В 2018 году благодаря программе «Мой подъезд» в Мытищинских многоэтажках были приведены в порядок 457 подъездов, пояснил присутствовавший на собрании представитель управления ЖКХ и благоустройства Игорь Мартьянов. В настоящее время все 457 были завершены, работы, вопросы были, да, то, что касается именно недоделок, да, или тех или иных там вопросов, которые относились именно к ремонту, они также были завершены. Все акты принимались строительным надзором, представителем ассоциациям на квартирных домах или и уполномоченным представителем от Совета на квартирного дома. Напомню, программа «Мой подъезд» действует на условиях софинансирования. Часть средств, затраченных на ремонт, принадлежит жителям многоквартирного дома. Часть предоставляют Московская область и муниципалитет. Мероприятие стартовало в начале 2017-го и кое-где первый блин, как оказалось, вышел комом. Жители одного из домов на Олимпийском проспекте недовольны, что за два года не были устранены недостатки, допущенные во время ремонта подъездов. Председатель комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству Алексей Чуев предложил коллегам вынести адрес в график очередного выездного заседания. Будут систематически проверяться и те многоэтажки, в которых подъезды только начинают ремонтировать. К слову, в 2019-м в городском округе Мытищи будет привнен в порядок 151 подъезд. Члены общественной палаты планируют не спускать глаз из тех, кто в этом сезоне займется благоустройством территории муниципалитета. Мы планируем при выездных заседаниях смотреть, как начинаются работы, то есть воочию увидеть, заброшенную ли территорию, в каком она находится состоянии. И в процессе проведения этих работ контролировать, смотреть, может быть, скорректировать какие-то конструктивные решения, размещение каких-то детских, спортивных, потому что у жителей обычно свое личное есть видение. В ближайшее время члены комиссии по строительству ЖКХ и благоустройства отправятся в микрорайон «Дружба», где запланировано разбить новую зону отдыха. Общественники намерены осмотреть место предполагаемого строительства, поговорить с мытищенцами, поинтересоваться их взглядами на происходящее. Юлия Федорененко, Надежда Трифонова, Денис Петров. Информационная программа «День». В администрации округа состоялось заседание штаба, посвященное борьбе с борщевиком. Это уже не первая встреча профильных специалистов по данному вопросу. На сегодняшний момент подготовительная работа на финальной стадии. К ликвидации опасного сорняка в городском округе мытища приступят с 30 апреля. Подробности далее. Очередная встреча, посвященная ликвидации борщевика, состоялась в администрации городского округа мытища. Напомню, курирует эту тему специалисты контрольного управления под руководством заместителя главы администрации Светлана Лысенко. В своем вступительном слове она подчеркнула, что подготовительный этап уже завершается. Муниципальное образование со своей стороны орган местного самоуправления подготовились к реализации вопроса по ликвидации борщевика. Каким образом объявлен с нашей стороны конкурс, вернее аукцион. Процедуры все закончены. У нас определен победитель. И вот буквально не сегодня, а завтра будет подписан соответствующий муниципальный контракт. В этом году ликвидировать сорняк на территории округа будет та же организация, что и в прошлом – ООО «Динера». Опыт взаимодействия с ней Светлана Лысенко назвала положительным. Все работы по уничтожению борщевика Сосновского будут проходить с 30 апреля до 15 сентября, согласно разработанному плану. Дополнить его должны были и все предприятия, имеющие в собственности земельные участки на территории округа. Срок у нас был 10 марта. Ну вот у нас практически все организации предоставили планы, кроме вот у нас три организации – МОЗ «Автодор», МОЗ «Обллес» и Национальный парк «Лосиный остров». Представители всех трех предприятий отчитались о готовности к летнему сезону в рамках совещания. Подготовку осуществляют в каждом. В ближайшее время эта информация будет передана в окружную администрацию. Напомню, что существует три способа уничтожения борщевика – химический, физический и агротехнический. Какой из них использовать, каждый собственник определяет сам. Единственное замечание – если вы выбираете ПОКОС, то есть механический способ, то эту процедуру лучше выполнить минимум пять раз за сезон. На заседании призвали активно включаться в работу и жителей округа. Рассказать о местах, где произрастает борщевик, можно на портале Добродел. Анна Мусоликина, Андрей Капустин, информационная программа «День». Первые солнечные лучи и прекрасная погода не радуют жителей домов, расположенных на улице Карла Маркса. Ведь каждый день им приходится наблюдать неприглядную картину – огромную свалку. Кто в этом виноват и в чьих силах решить проблему? Разбирались наши корреспонденты. Первый проезд Карла Маркса открывает вид на большую свалку мусора. Здесь и обычные пакеты, и крупногабаритные отходы. На этой улице только частные дома. Так житель одного из них поделился с нами проблемой, которая беспокоит его из года в год. Улица замусорена, и даже не в том, что это какая-то жалоба. Это просто некий такой крик души, потому что город наш развивается, город наш процветает. Новые улицы, новые бульвары, яузу расчистили, велодорожки организованы. А эта улица в каком-то таком запустении находится. Организован сбор мусора централизован. Но почему-то люди считают, что здесь можно его бросать. Из проезжающих машин бросают. И мои попытки его сбора, ну, через неделю опять то же самое происходит. Растущая свалка привлекает в это место не только диких собак, кошек и грызунов, но и асоциальных личностей. В церкви Богоматери они просят милостыню, там сидят. Их часто можно видеть, особенно в теплое время. Потом они ниже спускаются. Вот тут есть магазин, продукты, приобретают алкоголь. И вот здесь вот удобный, тут такой закуток, улица такая тихая. И даже проезжающие наряды ДПС, ну, они проезжают и проезжают, а бомжи здесь распивают спиртные напитки. Ну, и тоже добавляют мусора. Андрей – местный житель. Уже не раз самостоятельно убирал эти мусорные завалы. Но ситуация повторяется. Три года назад здесь стояли контейнерные баки, но их убрали. А свалка все так же продолжается. Живут здесь люди не местные. А поскольку это не свое, это не местные, вот они тут помногу. Тут в одном доме может по 20 человек жить. И они просто, ну, что, они утром поехали куда-то там на свою работу, на стройку свою. Они бросили и поехали. Владелец частного дома пытался сажать в этом месте деревья и колючие кустарники. Но все бестолку. В чем причина сложившейся ситуации и как решить проблему? За консультацией обращаемся к начальнику управления ЖКХ и благоустройству администрации городского округа Мытища Александру Черняеву. С этим мусором мы боремся уже годами. Точно такая же ситуация непосредственно и близости на улице Бояринова. Уже просто лесопарковое хозяйство тратит достаточно большое количество средств из бюджета для того, чтобы вывозить в качестве несанкционированных навалов. На улице Карла Маркса точно так же вывозится в свои средства подрядная организация «Колган-С» для того, чтобы поддерживать порядок. Ситуация может быть разрешена только жесткими штрафными санкциями. Каждый собственник индивидуального строения, точно так же, как и каждый собственник квартиры в многоквартирном доме, в соответствии с действующим законодательством, обязан оплачивать коммунальную услугу по работе с твердыми коммунальными отходами. Собственники частных домов должны заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора, в котором будут прописаны все нюансы предоставления услуги. В обязательном порядке указывается место сбора твердых коммунальных отходов, место вывоза и способ накопления. То есть, либо это контейнерная площадка будет, либо это будет индивидуальный, так называемый, пакетированный сбор. В любом случае, это проговаривается с региональным оператором. На этом участке происходит сброс несанкционированный. К сожалению, мы должны констатировать, что на данный момент мы боремся только с последствиями, не подойдя пока еще вплотную к причине. После того, как жители составят договор с региональным оператором на вывоз ТКО, ситуация должна измениться. А главное, каждому следует соблюдать культуру и любить свой город. Алла Сталаева, Денис Петров, Денис Корнев. Информационная программа «День». На пресс-конференции по итогам работы Матищинского отдела ГИБДД за первый квартал 2019 года были приведены весьма показательные данные об изменениях обстановки на дорогах городского округа. Какие-то из них в лучшую сторону, а какие-то требуют подробного изучения, чтобы не допустить развития негативных тенденций. В первую очередь это касается роста числа ДТП по вине водителей. Статистика знает все. И если в одной графе цифры со знаком минус, значит чего-то стало меньше. А если плюс, увы, больше. Со знаком минус – общее количество ДТП с пострадавшими за три месяца 2009 года. Их было 15. Это на 25% меньше, чем в прошлом году. Динамика отрадная, но есть показатели, которые стоят особняком. Те же пьяные водители. А это самая опасная категория нарушителей. Больше материалов направлено в следственные органы для возбуждения уголовных дел в отношении водителей, повторно управляющих транспортными средствами в нетредственном состоянии. То есть статья 264 Уголовного кодекса. И вы знаете, что так же отмечается рост по этой статье. Это прискорбно отмечать. Даже ужесточение санкций не действует на эту категорию. Во всяком случае, пока. Но это направление работы остается среди самых контролируемых. Намного лучше дела в категории ДТП по причине дорожных условий. Снижение почти на 70%. Дороги стали лучше. Образцовая улица Юбилейная. Здесь не зафиксировано ни одного дорожного происшествия. Наезды на пешеходов сократились на 65%. Это в три раза по сравнению с прошлым годом. Да и снизилось число ДТП по вине пешеходов. Но вместе с тем увеличилось число ДТП по вине водителей. То есть вдвое возросло число столкновений транспортных средств. В прошлом году у нас было всего лишь 25% это столкновений. То в этом году 66%. А в прошлом году наоборот было 65% это наезды на пешеходов. Так в этом году 26%. То есть поменялись позиции. С одной стороны усилился контроль с помощью видеофиксации. Меньше стало лихачество на дорогах. Непропуска пешеходов. А с другой стороны водители стараются быстрее проскочить перекрестки и выскакивают на встречные полосы. К чему это приводит показывает та же статистика. Если в январе и феврале этого года было зафиксировано снижение вдвое числа ДТП с пострадавшими, то в марте напротив рост почти на 120%. Случайность это или тенденция покажет время. Но это направление сегодня под особым контролем. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска сразу после блока социальной рекламы. Все о проекте «Добрая поликлиника» в нашей рубрике «Актуальное интервью». В округе стартовала подготовка к летней оздоровительной кампании. 11-е заседание провели матищинские юнормейцы. Нам есть чем гордиться. Наши ребята участвуют практически во всех мероприятиях. В Центральном парке провели акцию «Скворечник. Домик для птиц». Под дождем гнезда могут промокнуть и развалиться, а скворечники нет. Утильные покрышки разлагаются в земле более ста лет, загрязняя почву и грунтовые воды токсинами и канцерогенными веществами. Это опасные отходы. Выбрасывать шины в обычный контейнер запрещено. Госавтоинспекция присоединилась к акции «Безопасная шина». Совместно с волонтерами сотрудники ГИБДД проводят информирование граждан о необходимости своевременно менять резину и сдавать лысые покрышки на утилизацию. В Московской области в рамках экологической программы «Шина» сформирована сеть пунктов бесплатного приема шин на утилизацию. Все шины, собранные на этих пунктах, передаются на переработку и не наносят вред природе Подмосковья. Утилизируйте шины правильно. Посмотрите ближайший к вам пункт приема на сайте или позвоните по телефону. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка, что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. В 2018 году на территориях шести муниципалитетов Подмосковья был внедрен проект Добрая поликлиника. Участники инновации выставили ему хорошую оценку. И в 2019 году Министерство здравоохранения Московской области включило в проект Добрая поликлиника еще 26 лечебных учреждений, в том числе расположенные на территории городского округа Мытища. Что собой представляет нововведение? Как изменения повлияют на пациентов? Об этом в рубрике «Актуальное интервью» расскажет главный врач Мытищинской городской поликлиники номер 2 Любовь Кикоть. В 2019 году Мытищинская городская поликлиника номер 2 стала участником пилотного проекта Добрая поликлиника. Расскажите о нем. Каковы его цели? Этот пилотный проект на сегодня, уже в 2019 году, задействован в 26 лечебных учреждениях Московской области. Этот сам пилотный проект Добрая или Бережливая поликлиника был начат в 2018 году в шести территориях Московской области, где в конце года были подведены итоги о продолжении внедрения этого пилотного проекта, так как он себя, естественно, зарекомендовал с положительной стороны. В чем суть этого пилотного проекта? Это обеспечить доступность в получении медицинской помощи в наших лечебных учреждениях амбулаторно-поликлинического типа и, конечно же, получить какую-то комфортность в получении этих медицинских услуг за счет оптимизации внутренних ресурсов. То есть на сегодняшний момент основные задачи, которые ставятся перед нашими лечебными учреждениями в этом пилотном проекте, это сокращение времени ожидания получения услуг у врача-терапевта до одного дня, у врача-специалиста до десяти дней, время ожидания под кабинетом у врача не более 20 минут, и четвертое – это в получении, конечно, всех параклинических консультативно-диагностических процедур не более 14 дней. Какие организационные мероприятия потребовалось для этого провести? Это в первую очередь была организована служба неотложной помощи, то есть мы в поликлиниках разделили потоки, разделили потоки плановых пациентов и разделили потоки экстренных пациентов. За счет организации службы неотложной помощи – это кабинеты в поликлинике, и все экстренные больные, которые в день обращения приходят в поликлинику, они проходят только через этот кабинет неотложной помощи. Организованы также бригады неотложной помощи, выездные, которые оказывают неотложную помощь в течение двух часов врачами поликлиники на дому. И плановая помощь – это только у врачей по записи, по плановой записи, у врачей-терапевтов по плановой записи. Поэтому мы оптимизировали наше расписание за счет того, что врачи увеличили количество времени на приеме, то есть в пилотном проекте до 7.20 увеличено время приема врача-терапевта. Время ожидания у терапевтов где-то вот в среднем сейчас мы мониторируемся 1,8. Но мы, конечно, будем стараться, чтобы в этом пилотном проекте отработать. То есть мы все моменты, которые мы знаем, наши слабые звенья, все проработаны для того, чтобы максимально достичь вот этого эффекта и менее в ожидании приема у врача-терапевта не более одного дня. Также оптимизировано расписание работы врачей-специалистов. Понятно, все параклинические услуги для того, чтобы в удобном режиме пациенты наши, которые приходят за плановой медицинской помощью, могли эти все услуги получить. И дальше, конечно, сестринские посты. Мы вывели сестер из кабинетов терапевтов, организованы эти сестринские посты в поликлинике. И, конечно, функция медсестры сейчас, то есть врач занимается только своей врачебной работой. Это прием пациента, это назначение, это все необходимые мероприятия, связанные с постановкой диагноза. Все остальное у нас осуществляют медицинские сестры на сестринских постах. То есть врач, если он пришел, пациент осмотрел его, проводит, ставит диагноз и назначение делает, дальше пациент уже из кабинета врача маршрутизируется на пост медицинской сестры. И с этим пациентом уже работает медицинская сестра, которая выдает ему, допустим, направление на исследование, записывает через систему ЕМИАС. То есть они осуществляют вот эти все функции, выдача справок, выдача рецептов. То есть то, что не задействовано уже на работу с врачом. Они могут даже проводить и диспансеризацию пациентов, и какие-то профилактические мероприятия. То есть могут измерить температуру, и могут давление измерить, дать какие-то консультативные, решить вопросы, справочные вопросы, если необходимо. Это все вот то, что не задействовано на врача. Поэтому пост медицинской сестры, он очень актуальный. И пациенты пока на сегодня не весьма понимают функции, зачем задают очень часто вопрос, зачем вы вывели медсестер из кабинета. Но, естественно, да, вот в процессе вот отработки этого пилотного проекта мы понимаем, и все больше и мои медицинские уже сестры соглашаются, что это разумно и рационально. Поэтому, ну и, естественно, в этом пилотном проекте очень актуальны стали работы по субботам. То есть мы максимально стараемся организовать так, работу в субботу, чтобы это было удобно и работающим людям, которые среди недели не могут посетить врача. И, значит, мы выводим максимальное количество и врачей-терапевтов, и врачей-специалистов для того, чтобы работающие населения, да и те больные, которые заболевают в субботу, могли быть обеспечены медицинской помощью. Вот эти все мероприятия, которые были проведены, это оптимизация штатного расписания, естественно, это вывод врачей по субботам, это организация сестренских постов, организация неотложной помощи на дому. Это вот все то, что прорабатывается сейчас в пилотном проекте. Ну, и я думаю, мы в ближайшее время, конечно, у нас есть дефицит кадровый, безусловно, у нас каждый врач-терапевт работает практически на двух участках, и мы сейчас, конечно, ищем для того, чтобы организовать вот эту неотложную помощь на дому выездную, да, мы, конечно, сейчас ищем фельдшеров, для того, чтобы, да, можно было посадить фельдшера, у него есть сумка-укладка, и он практически может неотложную помощь, как по нашему приказу, в течение двух часов осуществить, да, эту помощь поликлиника, для того, чтобы не задействовать скорую помощь. Очень хочется еще к пациентам обратиться, и мы везде вывесили информацию о том, что если они записались, но не планируют какие-то там появились неожиданные ситуации, и они не могут посетить врача, записавшись на прием, конечно, чтобы они нас тоже информировали, потому что в листе ожидания есть много пациентов, которые хотят получить эту медицинскую помощь, и мы тогда, обзванивая, мы можем этого пациента записать уже из листа ожидания этого пациента удалить, и записать того пациента, который ждет эту помощь, да, допустим, у врача-специалиста или у терапевта. Поэтому мы тоже просим активно, как бы откликаться на наши все инновации, для того, чтобы мы вместе, вот вместе могли работать и как бы улучшать качество, ну и доступность медицинской помощи. Разумеется, эти изменения во благо пациентов. А как на них отреагировали медицинские работники? Удобнее ли им в таком режиме принимать пациентов? Безусловно, есть сложности, есть проблемы в организации, есть проблемы и психологические, и организационные. Но мы стараемся, естественно, двигаться вперед и выполнять те необходимые, да, организационные моменты, которые задействованы и в этом пилотном проекте, да и вообще в организации работы поликлиники. Поэтому поликлиника двигается, она становится элементом бережливости в ней, элементы организации должны присутствовать, элементы организации на рабочем месте каждого врача. То есть мы, понятно, что да, должны обеспечить запрос населения. Запрос населения – доступность и качество медицинской помощи, чтобы он пришел и максимально получил комфортно и качественно эти услуги. Стартовала подготовка к летней оздоровительной кампании. В прошлом году в городском округе Мытищи более 14 тысяч детей смогли оздоровиться и отдохнуть в лагерях. Главной целью заседания Координационного совета, состоявшегося на днях в администрации округа, было формирование четкой схемы работы всех ведомств, ответственных за проведение отдыха детей, важным условием которого должна быть безопасность. Результаты по оздоровлению в 2018 году по муниципалитету высокие. Удалось охватить 72% детей от общего количества проживающих в округе. В этом году стоит задача эти показатели увеличить. Участники Координационного совета обсудили план работы в период летней оздоровительной кампании. Рекомендовано нам на уровне муниципального образования организовать работу горячей линии по вопросам. Я думаю, что мы эту горячую линию, скажем так, телефон, это горячие линии, сорганизуем в управлении по социальной политике как координирующий орган. Руководители управления рассказали о той работе, которая проводится в подразделениях во время оздоровительного периода. Были заслушаны доклады представителей Роспотребнадзора, службы занятости населения, управлений спорта и по делам несовершеннолетних и защите их прав. А руководитель службы социальной защиты населения проинформировала участников встречи о льготах на предоставление путевок в детские лагеря, а также о том, какие семьи могут рассчитывать на субсидии. Остается у нас обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в ТЖС. Здесь мы планируем оздоровить городских детей, находящихся в участковой и социальной службе совместно с комиссией по делам несовершеннолетних по рекомендациям. 270 детей, 30 воспитанников детского дома, 16 воспитанников с РЦН «Преображение». На территории муниципалитета в том году работало 24 оздоровительных учреждения. Из них три загородных, 20 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и один спортивный лагерь в Хлебниково. По итогам прошлого года у нас 14 тысяч, более 14 тысяч оздоровлено, значит, из 19. То есть у нас общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, которая подлежит оздоровлению, в прошлом году составляла 19,5 тысяч. Вот из этой численности у нас оздоровлено 14,366. То есть о том, о чем я говорила, 72%. В этом году у нас количество детей увеличилось, округ растет, численность детей увеличивается, то есть их уже больше 20 тысяч. И, конечно, нам самое главное не снизить этот уровень, не менее 72%, а численное выражение – это больше 15 тысяч. Нам надо организовать. Еще одна немаловажная задача – проведение летней оздоровительной кампании таким образом, чтобы дети продолжали образовательный процесс. В мытищах лагеря организуют как раз с различной тематической направленностью. Важно сохранить у ребенка заинтересованность в учебе и постижению чего-то нового. Каждый родитель, отправляя ребенка в детский лагерь, должен быть уверен, что там будет не только интересно, весело и активно, но и самое важное – безопасно. Надзорные органы будут особенно тщательно следить за соблюдением всех правил, установленных законом. До 25 мая все оздоровительные учреждения пройдут контрольные проверки. И только после этого они смогут открыть свои двери для детей. Алла Сталаева, Константин Химичев, информационная программа «День». Во Дворце молодежи состоялось заседание штаба Мутищинского отделения Всероссийского движения «Юнармия». Итоги прошлого месяца – ближайшие мероприятия – торжественный прием в ряды детско-юношеского движения. Обсудили ответственное за военно-патриотическое воспитание в округе. Заседание штаба Мутищинского отделения «Юнармия» проходит ежемесячно. В каких мероприятиях примут участие мытищинские патриоты обсудили сегодня в военно-патриотическом клубе «Штандарт». У нас впереди достаточно насыщенный месяц мероприятиями. Это и День космонавтики, и предстоящие мероприятия по празднованию Дня Победы. Во всех мероприятиях участвуют наши юнормейцы, наши клубы военно-патриотического воспитания молодежи. Акция «10 тысяч шагов к здоровью», ежегодный гагаринский урок 12 апреля и месячник благоустройства, во время которого юнормейцы приведут в порядок в том числе воинские захоронения и мемориалы. Это далеко не полный список предстоящих мероприятий юных патриотов. Нам есть чем гордиться. Наши ребята участвуют практически во всех мероприятиях. И областного масштаба, и, конечно же, городского. Буквально следующее мероприятие у нас будет по уборке, по участию в субботниках, по наведению порядка на наших воинских захоронениях, по участию в мероприятии «Посади лес». Конечно же, мы будем в колонии бессмертного полка. Пока руководители военно-патриотических клубов и организаций совещались, юнормейцы оттачивали строевую подготовку перед Дворцом молодежи, как маршируют военные на парадах у этих девушек и юношей, уже не первый год вызывает неподдельный восторг. Мы смотрим на наших военных на 9 мая, устраивают парады. И это вот аж дух захватывает просто. Несколько раз в неделю Алексей с другими мытищенскими юнормейцами учатся маршировать и изучает азы военного дела. Он уже определился с перспективой стать курсантом Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Я с детства самого хотел быть военным. И у меня как бы отец, дедушка, брат военные. И хочу пойти по им стопам. Это мужество, честь. Вот, хочу им соответствовать. Мытищенских юнормейцев уже более двухсот. Их активное участие в патриотических акциях высоко оценивают на региональном уровне. К дням воинской славы приурочены торжественные приемы в ряды армейского движения. Так что в мае молодежи в песочной форме, красных беретах и готовых служить Отечеству станет больше. Дарья Линска, Денис Корнев. Информационная программа «День». У птиц, проживающих в Центральном парке, появились новые дома. Экологическую акцию «Скворечник. Домик для птиц» провели на днях сотрудники контрольного управления администрации городского округа Мытищен. Вместе с детьми, неравнодушными жителями нашего города, экологи обеспечили пернатых красивыми рукотворными гнездами. Специалисты контрольного управления администрации округа организовали новую экологическую акцию под названием «Скворечник. Домик для птиц». Прежнее «Покорми птиц зимой» полюбилось многим мытищенцам. Вот и сегодня в Центральном парке собралось большое количество жителей нашего округа. Конечно, главными героями стали дети. Именно они уговорили своих родителей помочь птицам в обустройстве новых домов. Очень приятно, что в этом участвует вся семья, как обычно. И подходят творчески. Стараются как-то, чтобы у каждого была какая-то своя изюминка. Кто-то сегодня даже с утра пошутился, что скоро у нас в парке будет живой зоопарк. Потому что у нас, видите, спокойно гуляют утки, причем разных пород. Участие в акции решил принять и мытищенец Сергей Зиновьев. В Центральный парк он пришел со своим сыном. До этого они не раз кормили птиц во время холодов. Сегодня сделали еще одно доброе дело. Сергей говорит, что всегда с удовольствием поддерживает общественные мероприятия. Привлекает к этому всех домочадцев, друзей и знакомых. Такой период, весна, птицы возвращаются в родные края. Акция замечательная, в такой замечательный день. Хотелось бы всех неравнодушных жителей пригласить в ней участвовать. Также хотелось бы всех неравнодушных жителей пригласить 20 апреля на общеобластной субботник. И хотелось бы призвать людей и сказать, давайте сделаем наш город чище и краше. В этот день в парке появилось 10 новых скворечников. Взрослые занимались установкой, а дети увлеченно наблюдали. Мы решили спросить их, а зачем вообще нужны такие домики птицам? Если они останутся здесь, а скворечников не будет, им негде будет жить, и они умрут. Птицам скворечники нужны. Потому что под дождем гнезда могут промокнуть и развалиться. А скворечники нет. В течение следующих двух недель такие акции пройдут по всему городу. Новые скворечники появятся на территориях школ и детских садов. Принять в них участие и сделать собственный уникальный домик для птиц может любой желающий. Присоединяйтесь и будьте уверены, совсем скоро созданные вашими руками скворечники заселят вернувшиеся из теплых краев пернатые. Анна Мусаликина, Алла Сталаева, Денис Петров, информационная программа «День». Всю неделю мы знакомим вас с самыми актуальными новостями округа. А какие культурные события нельзя пропустить в ближайшие выходные, расскажет Дарья Линская в пятничной рубрике «Афиша». О любви и преданности, о счастье, дружбе и боге будут говорить в эти выходные на мытищинских сценических площадках. А красоту природы можно увидеть не только глазами художников, но и самим научиться ценить прекрасно и даже различать голоса птиц. Какие самые интересные культурные события предстоят в субботу и воскресенье, я расскажу вам прямо сейчас. Завтра поклонники театра «Фест» смогут провести замечательный вечер в компании любимых артистов, который в 19.00 представит комедию «Оскар». А в воскресенье на камерной сцене театра состоится показ спектакля фантазии Фарятьева. Сюжет этой пьесы многим известен по одноименному фильму Илья Вербаха с Андреем Мироновым и Мариной Ниеловой в главных ролях. Ровно через 30 лет после создания картины театр «Фест» предлагает по-новому взглянуть на тему поиска счастья и любви. Спектакль начнется в 18.00. Завтра в театре «Кукол огнива» покажут спектакль, которому в апреле исполнилось 26 лет. Да, именно премьерный показ всеми любимой сказки «Огнива» и дал театру название и подарил многие годы творчества и бесконечного детского восторга. А в воскресенье маленьких зрителей и их родителей ждет сказка о крошечной девочке. Спектакль «Дюймовочка», как и «Огнива» артисты покажут дважды в 11.00 и 14.00. Выставка «Я творчеством живу» в картинной галереи – это экскурс по всей творческой биографии художницы Марины Любимовой. От первых этюдов маслом до проб новых техник, материалов и экспериментов. Эта выставка показывает также всю географию, путешествия художника и колорит стран, в которых Марина побывала. Учиться распознавать голоса птиц, находить следы животных и просто насладиться чистым лесным воздухом можно в эти выходные в заповеднике «Лосиный остров», интерактивные программы, увлекательные экскурсии по лесу, а также мастер-классы проходят по предварительной записи по телефону. Что только не вынуждены выслушивать в свой адрес несчастные жены героев. О том, как нелегко ужиться с творческой натурой, предлагает поразмышлять Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Жены артистов». И артисты народного театрального коллектива «Тоже театр» в одноименной постановке. Спектакль, в котором во всех красках предстают муки жен, творческих мужей, повествует о безденежье, отсутствии сна в момент озарения супруга, репетициях и терпимости к капризам тех, кто как малый ребенок требует внимания. Увидеть постановку «Жены артистов» можно в воскресенье в 16.00 в ДК «Яуза». Вход свободный. Еще одну выставку хочу вам порекомендовать увидеть в ближайшие выходные. И называется она «Светочи человечества». Новая экспозиция представлена в Мутищинском историко-художественном музее. Ее автор – скульптор Алексей Леонов, очень популярен в мире искусства, а его работа находится на всех континентах земного шара. Свои скульптуры мастер посвящает мыслителям, первооткрывателям и духовным наставникам, таким как Леонардо да Винчи, Иисус Христос, Серафим Саровский, Александр Пушкин, Юрий Гагарин и многим другим. На сегодня это все. Какими будут следующие культурные выходные, я расскажу вам уже через неделю. Не забывайте чаще признаваться в любви своим близким. До встречи в пятницу. На сегодня это все. Еще больше информации на сайте Первого Мутищинского. Также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Мам, вот приставка для цифрового телевидения. Не извини, надо бежать. Потом приеду, все настрою. Только не опоздай, а то аналог отключат. Успею, не волнуйся. Давай все настрою. Я уже все сделала. Позвонила по телефону 8 800 220 2002 и мне помогли настроить. С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах. Узнайте, как перейти на цифру. По телефону 8 800 220 2002 или на сайте смотрицифру.рф. А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Зачем мне нужно сортировать мусор и выбрасывать его в разные контейнеры? Потому что пришло время задуматься о будущем. Сейчас весь мусор без разбора сбрасывается в один мусорный бак. Отходы превращаются в одну большую кучу. Появляется неприятный запах, а вокруг городов растут огромные свалки, которые мешают жить и портят экологию. Но уже сегодня Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора два бака, цель которого – улучшить экологическую обстановку. Во дворе установят два контейнера. Синего цвета с бутылкой – он предназначен для сбора сухих отходов. Второй серого цвета с бананом – для смешанных отходов. Сортировка мусора снизит объем и количество мусорных свалок в два с половиной раза. Сортируя мусор сейчас, мы помогаем спасти нашу экологию. Два бака – одно чистое Подмосковье. Два бака – одно чистое Подмосковье. Два бака – одно чистое подмосковье. КОНЕЦ РУДАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не ставь в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишься двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Выберите категорию карты, заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращение». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин